Продолжение следует... Меня зовут Кузнецов Кирилл Геннадьевич, я являюсь руководителем отдела профориентации Центра тестирования и развития гуманитарной технологии. Этот центр занимается вопросами профориентации. И вот сегодняшняя наша встреча будет посвящена вот именно этим вопросам. Как можно помочь школьникам в рамках общеобразовательной школы вот с таким вот конструированием своего профессионального пути? Значит, коллеги, чтобы я тоже понимал, с кем, кто у нас участники, может быть, кратенько напишите о себе. Достаточно должность и учреждение. Учитель технологии, либо педагог-психолог, либо учитель какой-то другой, может быть, кто-то еще. Чтобы я примерно ориентировался, понимал. И, может быть, в зависимости от этого строил какую-то свою беседу. Ну, дальше давайте еще про регламент. У нас с вами час, как мне сказали. Давайте попробуем нашу с вами работу сегодняшнюю построить эффективно. И минут 20 отложим на вопросы. Я вас всех призываю. Если вопросы появляются, их писать. Отпишите, вот у вас есть раздел, вопросы. Я обязательно постараюсь ответить либо на все, если позволит, время, либо на большинство. Вот прям, что вас действительно по-настоящему волнует, я постараюсь на этом сосредоточиться и рассказать. Еще раз хочу сказать, что я специалист по профориентации. Я не учитель, может быть, технологии. И вот на эти вопросы я не смогу ответить. А вот на вопросы, касающиеся профориентации, вопросы, касающиеся помощи самоопределяющимся школьнику, методик, который можно использовать, даже, может быть, рынка труда и прочее, на это я ответить смогу. Ну, и с удовольствием поделюсь с вами своими знаниями. Как я построю сегодняшний свой рассказ, такой вот, может быть, в первую очередь, более такой, вначале, может быть, скорее монолог, он будет состоять из двух частей. Значит, первое, я расскажу о проблемах профориентации, которые, на мой взгляд, сегодня существуют, и вообще вот явления профориентации, что это такое, для чего это нужно, ну, опять же, какие существуют проблемы и актуальности. Этого явления. А вторая часть, я познакомлю вас с теми программами, методиками, которые мы вместе с издательством просвещения создали, и которые доступны, в общем-то, каждому сегодняшнему слушателю, ну, в общем-то, каждому учителю, каждому педагогу нашей страны. Так, ну вот я вижу учителя математики, педагог дополнительного образования, очень приятно, учитель технологии, да, у нас представленность большая часть, Волгоградская область, Башкортостан, учитель технологии, учитель литературы, педагог дополнительного образования, старший преподаватель, преподаватель вуза, отвечающий в свою профориентационную работу, сотрудник. Очень приятно. Коллеги, да, я вижу, да, учитель общества знания, учитель технологии, наверное, больше всего учителей технологии, но я смотрю, есть и педагоги, и психологи. В общем, самая широкая сегодня у нас аудитория, которую я представлю. В основном, я смотрю, пока образовательные, даже из Сургута у нас сегодня кто-то с вами есть, наверное, в основном учителя технологии, но не только. Хорошо, все, кто интересуется профориентацией, в основном из общеобразовательных учреждений. Спасибо большое, очень приятно, коллеги, очень приятно, и вот такие, да, Кузбасс еще у нас даже сегодня есть. Очень приятно, отлично. Вся страна сегодня с нами. Очень хорошо. Коллеги, значит, ну, центры, про которые я говорил, может быть, кто занимается профориентацией из вас, там уже давно, наверняка про нас слышали, гуманитарные технологии созданы мы были на базе факультета МГУ имени Ломоносова. И вот уже там 25 лет практически занимаемся вопросами профориентации, занимаемся разработкой профориентационных методик, технологий, их апробации, внедрений, ну, и сами даже что-то здесь, что-то реализуем. Вот, наверное, у нас один из, по-моему, самый крупный центр, который занимается всем комплексом профориентационных услуг. То есть, имеется и разработка профориентационных методик, и тесты, и другие методики развивающие, методики активизирующие, методики, но я сейчас об этом расскажу. И, собственно, их, как бы, реализацией. Так что, да, мне приятно о нашем центре рассказывать. Действительно, у нас есть интересные достижения, и мы сейчас движемся вперед и пытаемся участвовать во всех проектах, которые сейчас активно включают закон государства. Это билет в будущее, это проектория и так далее, чтобы сделать эту профориентационную работу лучше. Ну, собственно говоря, давайте чуть-чуть поговорим о проблеме профориентации. Я не могу не упомянуть об этом в начале нашей беседы. Коллеги, если вам задать этот вопрос, наверняка вы тоже скажете, что важность профессиональной деятельности в жизни человека высока. То, что вы делаете, как вы профессионально самореализуетесь. Этот смысл, он высок. И так отвечает большинство наших с вами соотечественных. То есть все говорят о том, что да, то, где вы работаете, что вы делаете, это очень важно. На работе мы проводим достаточно много времени. Вот, 70% времени, там, если исключить сом. Мы проводим на работе, это много. При этом, здесь то, что написано, 50% выпускников вузов, ну, если вузы мы говорим, трудоустроятся не без специальности в первый же год, то есть сразу же после того, как они окончили вуз. Представляете, какая огромная цифра. Это огромная цифра. Огромная цифра. И если спустя там несколько лет, то еще больше. Вот. Здесь вот в этом факте довольно много проблем. Кстати говоря, когда я спрашиваю у родителей или педагогов, мне иногда говорят, что вообще не 50% трудоустраиваются не по специальности, а все 70%. Кто-то говорит, даже 90%, что вообще там после вуза сразу идут куда-то в другое место. Ну, конечно, здесь можно рассказать о том, что профессиональное образование там, с этим проблемой и много других проблем. Но я хочу сфокусироваться на той проблеме, которая существует тоже. Я бы ее назвал проблему отложенного выбора. Я не знаю, как с вашими подопечными. Я надеюсь, у вас в школах, тех, кто нас сегодня слушает, с этим может быть лучше. Но если ориентироваться на данные по стране, которые у нас есть, и мы эту аналитику проводили, то у нас процентов, наверное, 75 выбирают вуз или колледж, исходя не из каких-то личных мотивов, какой-то цели, профессиональной цели, а вот, в общем-то, в некотором смысле случайным образом. За компанию с друзьями, либо потому, что там легко учиться. Ну, за компанию с друзьями, понятно, что вот Вася туда идет, а мне куда-то незнакомым вместо этих страшноват, а вот туда я, пожалуй, пойду. Либо туда, куда считают родители. Не потому, что я так хочу, школьник так хочет, а вот родители считают что-то перспективным, по тем или иным причинам, возможно, даже ошибочно. Вот, ну, туда ребята идут. Либо смотрят, мы уже даже шутим, что главный профориенционный тест страны – это ЕГЭ. Вот смотрят баллы, куда попадают, вот туда и пойдут. Разумеется, все эти факторы мы тоже должны учитывать. И мне не друзей, и мне не родители, без сомнения. Я вообще сторонник того, чтобы решение принималось семейно, коллегиально. Вот, но не только одним, одним родителям. Понимаете? В общем, вот она проблема профориентации. Сегодня мы ее видим. 75 процентов, ну, примерно такая грубая цифра, это некоторый случайный выбор. И потом приходится довыбирать, перевыбирать. Вот этот отложенный выбор означает то, что по-настоящему профессиональное самоопределение становится актуальным для школьников после получения профессионального образования. То есть после того, как они уже получат диплом, возможно, даже случайным образом, и думают, что с ним делать. И потом либо переобучаться, либо свою профессию как-то трансформировать, либо уже на старших курсах понимают, что это надо как-то дополнять и что-то с этим делать. Ну, я не знаю, кто-то из вас, может быть, скажет, опять же, пишите об этом, если вы так считаете, что цифры чересчур пессимистичны. Но боюсь, что они таковы. По крайней мере, наши аналитики говорят, опять же, очень надеюсь, что конкретно в вашем учреждении ситуация намного лучше. Значит, в копилку вот этих таких выборов, которые совершены случайным образом, я бы отнес достаточное развитие, к сожалению, псевдонаучных форм профориентации. Вы с ними наверняка встречались. Это широко обсуждается, но все равно этого остается довольно-таки много. К этому можно отнести профориентацию по отпечаткам пальцев. Несколько раз уже доказали мои коллеги из Российской Академии Наук. Там есть меморандум, комиссия по борьбе с лженаукой. И вот там довольно достоверно доказано, что это невозможно определить ваши способности, ваши интересы, ваши личностные черты по отпечатку пальцев. Нет на сегодняшних технологий таких. Таких, к сожалению, как бы нам этого не хотелось. И, к сожалению, астрологические прогнозы нам тоже не помогут. Достаточно много опровержений есть и на эту тему. Сейчас довольно активно стало развиваться с нейрошлемом профориентация как бы вроде бы потенциала головного мозга исследуется, исходя из этого рекомендуются какие-то профессии. К сожалению, на данном этапе это тоже невозможно. Действительно, есть ученый такой Савельев, монморфолог. Он утверждает, что каждая способность она имеет отражение в головном мозге человека. И это можно увидеть. Но каким образом? То есть на сегодняшний день только препарировав мозг, разрезав его на множество деталей, можно исследовать способности человека. И то, пока исследования идут. И уж точно, пока что нельзя с таким вот нейрошлемом, где какой-нибудь там один датчик, к тому же там сухой, как говорят специалисты, это сделать. К сожалению, да. Вот такие вот ненаучные формы работы, несмотря на то, что они могут быть где-то и популярны, они не помогут с действительно выбором профессии, а скорее какое-то заблуждение, может быть, могут вас в заблуждение ввести, вас, ваших предопечных и родителей, с которыми мы работаем. с которыми мы работаем. Значит, ежели говорить о том, все-таки нужна ли профориентация? Ну, нужна. Должна ли она быть научно обоснованной? Должна быть научно обоснованной? Должна ли она быть системной? Разумеется, она должна быть системной. И вот такой, собственно говоря, простой мы предлагаем модель системы профориентационной работы, которая включает в себя основные подходы к профессиональному самопределению. То есть для того, чтобы работу эту осуществить, нужно использовать по большому счету, я бы сказал, вот, знаете, говорят так, три кита профориентации. Ну, вы слышали, наверное, там это выражение. Это профдиагностика. Это профинформация и профпробы. Вот три кита профориентационной работы. Это на чем она должна стоять. Недостаточно будет, если вы будете заниматься чем-то одним. Все три должны быть освещены. Я сегодня остановлюсь на так называемом информационно-развивающем подходе больше. Ну, вот наши материалы, они для этого подойдут. И диагностика консультационная. Профессиональные пробы мы сейчас сможем, ну, только так упомянуть, что они такие и есть. Потому что, ну, понятно, это какое-то действие, деятельность. Вот, причем она должна быть в рамках работы с профессионалом. То есть должен быть специалист из этой области, который покажет и подскажет. Ну, давайте я о каждом подходе чуть-чуть все-таки позволю себе рассказать, напомнить вам, что это такое. Те, кто работает в профориентации, это, конечно, уже знают. Ну, давайте немножко там освежим, освежим, что же это такое. Вот смотрите, диагностика консультационный подход. Что это такое? Это значит, мы должны с вами распознать, что это ребенок, продиагностировать его, узнать, что это. О ребенке. Вообще, давайте так, о человеке. Почему только о ребенке? Профориентация ведь же, она актуальна для самых разных возрастов. Не только ведь для, не только ведь для старшеклассника. Вот, что-то о нем узнать, чтобы ему помогло в самоопределении. Итак, давайте подумаем, что же это такое может быть? Что мы можем, скажем, узнать о человеке? В чем ему помочь? Мы можем помочь ему в распознании его интересов. Вы знаете как? Это вроде бы кажется таким простым занятием, а оно, в общем-то, не очень простое. Если говорю о взрослом человеке тоже, но о школьнике в первую очередь. Вот ты скажешь ему, что интересно, это не так просто ребенку на этот вопрос ответить. И у нас те методики, которые есть, в том числе, с которыми я вас сегодня познакомлю, они вот прям направлены ровно на это. Вот узнать, помочь ребенку сформулировать ответ на этот вопрос. Что мне интересно? Чем я хочу заниматься? Вот нужно узнать, какие мои мотивы, мои интересы. И дальше вот эти вот мои интересы как-то попробовать соотнести с профессией. Вот если это мне интересно, если мне интересна сфера искусства, и если мне интересна техника, то, собственно, что я могу делать? Какая профессия это может быть? А вот если это дизайн и техника, это может быть, допустим, промышленный дизайн, это может быть, допустим, архитектура там, ну и так далее. И вот для того, чтобы это сделать, вот это вот обозначить свои интересы, нужен будет информационный подход. Но я сейчас еще немножко про диагностику. Что дальше нужно узнать? А нужно понимать свои способности. Конечно, учебные покажут учебные успехи. Но способности не заключаются только в оценках по каким-то предметам. Мы в нашей работе исследуем интеллект ребенка. По большому счету, это обучаемость ребенка по определенным каким-то параметрам. Они могут иметь, коррелировать, совпадать с оценками в школе, а могут и нет. И когда мы говорим о диагностике, мы всегда понимаем, что это отличие. То есть для того, чтобы диагностика была по-настоящему диагностика, нужно понимать, какая там норма, как в основном отвечают школьники. Вот если мы говорим про школьника, вот в этом возрасте. И где отличие именно этого школьника? Что ему интересно больше остальных, а что интересно меньше остальных? И если говорить о способностях, что у него получается лучше остальных? Ну и в конце концов, это будет его конкурентное преимущество. А что хуже? Что может быть ему, с чем можно доработать? А чего может быть просто и не трогать, до приемлемого уровня довести? И просто с этим как бы не взаимодействовать дальше в профессиональной деятельности. Значит, что еще? Вот узнали мы способности ребенка, узнали какие-то интересы ребенка. А есть ли еще что-то, что можно было бы узнать у ребенка, и что бы ему помогло в определении профессии? Напишите здесь, напишите сейчас в части, попробуем с вами на эту тему погадать. Вот мы узнали интересы ребенка и узнали способности. Есть ли что-то еще, что мы должны будем узнать, распознать, помочь в себе ребенку, для того, чтобы ему верно определить свой какой-то жизненный путь? Сейчас, пока вы пишете, немножко расскажу, перепрыгну в активизирующий подход. Значит, в чем его суть? Его суть в провокации, размышления школьника на определенную тему, на тему профессионального самоопределения, в большом счете. Видите, мотивационно-активизирующий подход. Он нужен для того, чтобы не мы, но вообще профориентация, что это такое? Профессиональное ориентирование. Можно представить себе прям школьника, который самоопределяется. И вот есть, конечно, соблазн его двигать, ориентировать в мире профессии, но профориентационная наука говорит о том, что мы должны создавать условия для того, чтобы он самоопределился. Но вот для того, чтобы он начинал это действие, деятельность эту, мы должны его как-то, вот этот вот интерес его включить, обратить его внимание, показать, что это может быть интересно. Есть специальные методики, которые на это направлены. Здесь я вам порекомендую методики и книги Николая Сергеевича Пляжникова. О них вы многие наверняка знаете. Вот, который, вот этот подход, он будет включать в себя все, диагностику, консультационные и профессиональные пробы и так далее. Это все может быть активизация, то есть вся активизирующая подход может быть включен в каждый из этих. Так что в некотором смысле даже больше, чем все остальные. Вот я вижу, коллеги уже пишут, Надежда Владимировна пишет, учесть состояние здоровья и темперамент. Абсолютно верно. Надежда Владимировна. Абсолютно точно сказали. Я бы чуть больше сказал, это темперамент, вообще личностные черты, я бы сказал. Есть темпераменты, характерологические черты. Вот это нужно о себе узнать, понять. Хочет тебе, удается тебе общаться с людьми или что-то еще. Подобное в плане темперамента, каков твой эмоциональный уровень реагирования, насколько ты эмоционален в проявлениях. И в зависимости от этого, какая-то профессия может точнее этому соответствовать, а какая-то не соответствует. Например, берем человека эмоционального, где-то может быть тревожного, очень чувствительного человека. Конечно, такому человеку творческие, может быть, больше показано. А те, где вот нужна такая стрессоустойчивость железная, например, военные специальности или медицинские специальности, такому человеку будет сложно. Ну, то есть он будет очень переживать, из-за этого может страдать какая-то деятельность. А там, где есть ответственность за жизнь, за здоровье человека, где нужно принимать быстрое решение, то это сложнее. Да, разумеется, возможности здоровья. Да, все верно. Все верно, вы отметили. Мы диагностику конституционную назвали не просто так. Мало узнать о ребенке, вот его как-то протестировать, продиагностировать, что-то узнать, а дальше с ним нужно поговорить. Я вам довольно ответственно говорил, если вы проводите просто диагностику, дальше не общаетесь с теми ребенком, это будет плохая профориционная работа. Вот точно я вам говорю. Обязательно нужно обсудить с ребенком. И спросить у него, подходит или не подходит. Вот то, что получился такой результат, согласен ты или с ним, или нет. В конце концов, он должен принять решение. Помните про активизирующий подход. А мы его должны активизировать, беседы активизировать. Не мы ему говорим, ты точно будешь учителем хорошим. Нет, он должен сам к этому прийти. Можем говорить, да, скорее всего, похоже на то, что ты будешь хорошим учителем. Все об этом он говорит. И дальше еще желательно сказать, почему, аргументы предъявить. Наше мнение высказать, и высказать какое-то можно. Но он должен принять решение. Дальше мы ему еще должны рассказать, что это такое за профессия учителя. Видите, как есть практический подход. Профессиональные пробы. Профессиональные пробы – это очень известный способ профориентации. Широко применяемый в мире, в общем-то. В Японии там об этом часто говорим. Фукуяма-тест знаменитый. Там все построено на профессиональных пробах. В Великобритании это есть. В Германии есть дуальное образование, так называемое. Когда учащихся в школе, в определенном типе школ, школьники там посещают. Практически находятся на предприятии. У нас это было в УПК там раньше. Сейчас это больше в систему доп. образования переместили. Но тоже существуют. Существуют технопарки в самых разных регионах. И существует много онлайн, школ онлайн какого-то доп. образования. В общем, возможности сейчас какие-то есть. Это будут неполноценные такие, профессиональные пробы, когда вы находитесь на производстве. Но какой-то практикоориентированный подход будет. Дальше. Перейдем к информационно-развивающему. Что здесь важно понимать? Коллеги, вот информация довольно часто не доходит до школьников. Мы это с вами знаем о профессиях. Школьнику нужно знать хотя бы о 150 основных профессиях, которые, ну скажем, там выложены на хаткантере. Ну или основные какие-то, наиболее массовые профессии. Так содержание надо знать. Ребята их не знают. Вот все, что я проводил в школах, такие эксперименты, спрашиваю, вот не залезая в интернет, никуда, назовите мне, сколько сможете профессий в течение там нескольких минут. Ну вот, ну 10, 15, ну может быть 20 профессий называются, но не больше. Но профессий на самом деле больше, а сложно выбрать, если вы не знаете. Вот. Еще сложнее, еще сложнее подобрать под это, под эти профессии образование. Потому что не все профессии, они предполагают какую-то прям вот уже-уже учебную программу. Хотя такие есть. Так что, так что, информация должна для ребенка быть донесена. Какие-то основные вещи. Это два компонента информационного подхода. Это первая информация о рынке труда. Первое. И второе. Это информация о образовании. Соответственно, художественном можно получить. Чем отличается бакалавриат от магистратуры. Чем, может быть, прикладное от академического, но это уже может быть тонкостью. Ну и учебные программы. Чем они отличаются? Они могут очень многим отличаться. Ну и чтобы ребенок научился работать в интернете и скачивать программу, скачивать, соотносить с того, чем будет интересно заниматься. Вот эта информация, она должна быть в некотором более-менее удовлетворимой форме. Коллеги, я вам скажу, что просто ее собрать, это уже большая такая, огромная задача. Мы ее, насколько смогли, собрали. Ну, я позже там расскажу об этом. Но это только вот некоторая часть. И дальше нужно научить каждого школьника, чтобы он эту информацию постоянно искал и дальше применял в своем выборе. Ну, вот какие-то, скажем так, явки, пароль ему нужно дать и научить работать с этой информацией, которая касается его профессионального выбора. Почему это особенно важно? Потому что мир профессии меняется, мир труда меняется, изо всех динамиков нам с вами говорят, что через 10 лет 30 профессий отомрут. Я не знаю, так ли это и так, 10 или там. Через 10 лет 30 процентов отомрет, или 20, там, или 15. Но динамика есть. Мы это сейчас с вами видим. Постоянный мир меняется. Какие-то профессии вот сами собой отмирают. Причем так незаметно. Действительно, очень незаметно. Вот как-то мы незаметно перешли с вами, да, на... Вот я фотографирую сейчас вообще с помощью телефона. А всего лет 15 назад, я, значит, фотографировал на фотоаппарат и фотоателье нес, там мне делали фотографии, я их смотрел, потом там как-то в альбом вклеил. Сейчас этого уже никто не делает. Ну, либо очень-очень мало любителей делает. А это какая? Это целое вообще направление подготовки было, целая индустрия была, которая сейчас канули в лету. Например, фирма Кодр. Ну, знаете, например. Ну, и многое, много этого. Сейчас если вокруг себя обернуться, вы много чего здесь увидите. Вот есть комментарий. Давайте сейчас я его прочитаю. К вопросам, я все-таки, если вы не заражаете, вы их пишите, но я верну, к ним перейду в конце нашей с вами беседы. Вот на них сосредоточусь. Вот сейчас на комментарии попробую ответить. Так, ребенок должен поступать туда, куда сам захочет, так Сана пишет. Ну, с этим сложно спорить. Для России из-за гранд-методики не подходит. А вот с этим бы я поспорил. Опять же, смотря какие. Опять же, что считать за границей. Если мы говорим о профессиональных пробах, допустим, это метод, который широко используется в мире. И широко используется в России, и, опять же, и даже в СССР. Вот, опять же, те самые знаменитые УПК. Вот тогда это называлось трудовая проба. Она существовала в 60-х годах, в 70-х годах, в 50-х годах. Ну, там можно спорить про эффективность, но она существовала. Хотя в академии, в широком смысле в академии, это принято. Принято считать, что это один из самых эффективных способов профориентации. Ну, вот заграничная методика, не заграничная, ну, что значит заграничная? Мы люди же, как бы все. У нас есть какой-то... Знаете, как? И рынок труда становится глобальным. Он перестает локальным быть, вот, как, может быть, в Советском Союзе. Да даже тогда он был глобальным. Какие-то профессии, они все равно были международными. Физика там одна и та же, медицина, в принципе, одна и та же. И был обмен опытом. И прочее, и прочее. Поэтому, выбирая профессию, сейчас школьник, выбирая какое-то дело, и он может рассматривать разных работодателей. Я не призываю ни в коем случае, там, заграницу куда-то, там, смотреть на тех работодателей, но рынок труда по-настоящему становится глобальным. И мы привлекаем, и это очень хорошо, я считаю, мы привлекаем специалистов из заграницы. Кто-то едет, опять же, за рубеж там, что-то пробует, что-то делает, может быть, возвращается назад. Я знаю компании, которые работают в России, но заказы у них за рубежом. Ну, в общем, понимаете, да, он становится глобальным. Какую-то часть, какая-то часть экспорта в Российской Федерации, это наукоемкие какие-то технологии, которые тоже разрабатываются в России и продаются. Для этого нужно ли знать потребности? Конечно, нужно знать. И поэтому я бы, конечно же, нужно сохранить уникальность того, что есть, это не утратить, но за рубеж тоже нужно смотреть и на тот опыт, и все полезное, что там есть, забирать к нам в том числе. Коллеги, прошу прощения, что отвлекся. Вернемся к нашему обсуждению. Вот мы с вами поговорили о всех подходах. Для того, чтобы, мое глубокое убеждение, для того, чтобы работа на задаче была эффективной, нужно их все использовать. То есть, чего-то одного будет недостаточно. Я сказал вам уже об этом. А какова же цель всей нашей профориенционной работы? Вот я скажу, это находится в центре. Готовность к профессиональному самоопределению. То есть, мы должны научить ребенка выбирать. Выбирать свою профессиональную траектору. Потому что этих выборов потом в его жизни будет еще достаточно много. И в жизни старшеклассника, вашего подопечного, либо там не только старшеклассника, да и в нашей с вами жизни, что я говорю, тоже возможны какие-то изменения. нам приходится совершать эти выборы. Эти карьерные какие-то выборы. И вот нужно, чтобы под этим были какие-то достаточные основания. То есть, мы понимали, зачем и куда мы идем. И почему это может быть нам и кому-то там еще полезным. Ну, не знаю, мы с вами про это уже сказали. Тоже наше исследование. Говорили мы с вами в самом начале. Вот сейчас мы, к сожалению, долго про этот слайд не буду говорить. Совсем коротко скажу, что мы с вами сейчас в такой действительности, что очень похоже, что большинство школьников на данный момент не готовы к выбору профессии. перед поступлением в организацию, которая осуществляет профессиональное образование. То есть, этот выбор, они не готовы к этому выбору. Особенно я говорю про девятиклассников. То есть, и тут доля такого случайного шумового выбора высока. Я горячо поддерживаю инициативу, которая была нашим президентом озвучена в послании федеральному собранию. Там говорилось о том, чтобы часть вузов перевести на такую систему, когда ребята поступают на первый курс, просто в институт. А специализации, со специализацией, они определяются уже внутри вуза после первого курса. Кстати, такая практика есть в США, довольно широко применяется. Все самые лучшие вузы, туда американские, в США, я имею в виду Соединенных Штатов Америки, туда вы поступаете просто в институт, в университет, и дальше уже определяетесь. К сожалению, все равно, чем навык более конкретный, вот тем, скажем, образование будет таким более точечным, и не будет времени вот этого долгого на разгон. Ну, то есть я имею в виду, что в колледже, когда нужно конкретно освоить какую-то там программу, скорее всего, не будет времени на длинное вот это вот там рассуждение, и поэтому программа будет достаточно конкретной. Ну, и тут все-таки возможны варианты, я надеюсь, они будут найдены. И вот наша с вами здесь задача, какая задача, как в предыдущем слайде показывал, для того, чтобы эту готовность формировать, пытаться сделать так, чтобы ребята по-настоящему смогли, ну, по крайней мере, повысить этот процент, чтобы они смогли выбирать свою профессию. Конечно же, мы здесь с вами, и каждый из вас там не бог, мы должны здесь действовать в рамках какой-то системы, вот, и помогать там как-то, может быть, как-то друг другу. И с развитием интернета это становится возможно. Но опять же, существует федеральный проект, это проектория, это билет в будущее, которая помогает с этим, это широкое развитие, я надеюсь, оно будет продолжаться, проектно-исследовательская деятельность, которая может хорошо влиять на профориентацию. Вот, и нам с вами нужно сюда включиться, понимая вот эту цель, которую я сказал, формирование готовности школьника к выбору профессии. Коллеги, сейчас, не знаю, нужно ли на этом останавливаться, времени не очень много, коротко сейчас совсем тоже попробую пробежать. Сегодня много новых каких-то вызовов. И вот здесь коллеги пишут, вот Владимир пишет, что некоторые профессии могут исчезнуть в ближайшем будущем, какие-то профессии исчезнут не в ближайшем будущем, а через 20 лет. Но через 20 лет что это такое? Вот для сегодняшнего школьника, там, восьмиклассника, он будет вообще в самом расцвете своих профессиональных сил, когда исчезнет эта профессия. А предсказать, что еще будет через 20 лет, это очень сложно. Так что вы абсолютно верно говорите. Именно поэтому готовность к выбору, ну и фактически перевыбору профессии. То есть нужно научиться выбирать, работать с информацией, уметь обращаться к себе, знать свои сильные и слабые стороны, интересы, способности, личностные черты, чтобы знать, куда обратиться, кстати говоря, может быть, к консультанту, который с этим поможет. Знаете, к какому интернет-ресурсу обратиться к тому, чтобы вот этот выбор осуществить верно. Значит, выбор профессии, вот эта профориентация, она актуальна для, в общем-то, всех возрастов, начиная с дошкольного возраста. Вот вы, наверное, там кто-то из вас сумехнется, скажет там, что это что-то совсем. Конечно, мы не говорим здесь о выборе профессии, мы здесь говорим, помните, о готовности к выборе профессии. То есть мы должны помогать даже дошкольнику, помните, какая ведущая деятельность дошкольника, это сюжетно-ролевая игра, вот он уже отыгрывает, начинает профессию. Кроме того, мы здесь можем узнать какие-то его способности с помощью нейротологических диагностик, ну мы это делаем, например. И узнать какие-то, может быть, вдруг есть какие-то проблемы, развитие головного мозга, идет активно в это время, сензитивный период для развития интеллектуальных способностей. Вот важно здесь ничего не упустить в дошкольном, начальной школе, когда активность все это развивается, и вовремя что-то успеть подкорректировать, для того, чтобы в будущем профессиональная жизнь, не закрывались целые области для профессиональной деятельности, ну как, скажем, пространственное мышление, ну либо что-то еще. В начальной школе тоже есть чем помочь, это выбор дополнительного образования. Конечно же, точка принятия решения, учиться, принимать самостоятельные какие-то решения от подросткового возраста. Ну и дальше все самые самостоятельные решения уже принимаются во взрослом возрасте, студентами, взрослыми людьми, вот, для которого, у нас, кстати говоря, тоже разработаны методики, но все-таки сфокусируемся на школьниках, на подростках. Именно для этих, для этих, для этой категории, для старшеклассников мы сейчас разработали и были опубликованы в издательстве просвещения вот такие рабочие тетрадочки. Стоят они очень недорого, там, 150, 180 рублей, они широко доступны, здесь на сайте издательства их можно найти и во всех, на всех электронных площадках. Я уверен, всех, кто работает с профориентацией, даже учителя технологии, я знаю, что у вас много других каких-то задач, но есть какой-то профориентационный компонент, они будут полезны. Я про каждую из них, может быть, сейчас немножко еще упомяну, буквально, буквально, там, пять минут, задачу каждой, каждой из книг и, в общем, их какую-то направленность, для чего они нужны. Ну вот, мы, когда их составляли, поняли, что составлять прям рабочую программу, там, я не знаю, на сколько-то часов, 72 часа, или там, на 36 часов, это не имеет смысла, потому что их педагоги, профориентационная работа ведется по-разному, разное количество часов здесь есть. У кого-то, кто-то мне говорил, что часов там совсем мало, и мы можем успеть совсем мало. Вообще, мы их делали таким образом, что вообще старшекладник сам их может заполнять при желании, а есть какой-то классный руководитель или куратор, который там какой-то просто средство смотрит и обсуждает. То есть просто можно раз в неделю с ними что-то там делать. Вот пришли какое-то занятие, и вот давайте обсудим там, что получилось. Ну, как бы те, кто хочет. Тоже такая отдельная тема про те, кто хочет, а те, кто не хочет, что им делать. Пряжник, кстати, писал, что это один из самых сложных этических выборов профконсультанта. Ну, что сделать с теми школьников, которые отказываются от профориентационной работы. Общее правило для профконсультанта, что мы как бы с такими ребятами не работаем, зачем это нужно. Но в условиях школы это невозможно. Мы каждому должны дать шанс и что-то сделать. Но вот в этих всех тисках мы их разрабатывали. То есть мы их разрабатывали так, что они точно будут полезны каждому. Хотя бы какие-то темы. Вот информационные компоненты там есть, которые нужно знать школьникам. Просто нужно знать. Чуть ли не оценки можно даже за это ставить. Просто что означает эта профессия, что означает этот профиль. Вот девятый класс мы прямо посвятили профилям обучения. Какие существуют профили обучения? На наш взгляд, какие профили обучения существуют? Их содержание, профессии и возможное образование. Какое. И там же у нас есть задания, которые обучают детей, работают с сайтами, поисками работы, вообще с сайтами, где есть информация. Восьмой класс. Мы пошли чуть-чуть про предметы. Мы сделали страшную вещь. Мы попытались какой-то выйти, сейчас модное такое слово, на метапредметный уровень. Значит, и рассмотреть вот каждый предмет школьный, что он может дать в плане профессии. И что оказывается, что каждый предмет может в самых разнообразных профессиях быть полезен. Ну и дальше смотрели, сопоставляли, какой интерес есть к тому или иному учебному предмету. и какие способности сопоставить это и, может быть, даже нарисовать, создать тему проектно-исследовательской работы. Если это одиннадцатый класс, мы больше прям про рынок труда, вот прям дальше больше, про профессиональные роли. Кто ты? Менеджер, предприниматель, специалист ли, рассказывая об этих профессиональных ролях, что они означают и так далее. То есть мы создали прям методички такие, может быть, которые там можно использовать. Более того, мы каждый, скорее всего, в этом году напишем методические рекомендации для педагогов. Вот эти учебные пособия, они больше обращены школьнику. В первую очередь, для педагогов мы тоже сделаем это, публикуем, и это будет доступно для каждого на сайте. Значит, ну вот цель Петра в Цитраве способствует профессиональному самопределению учащихся с помощью тестов, упражнений, заданий, практиков. Там у нас есть тесты, мы их разрабатываем, их нормировали, тесты хорошие, интересные. С ними можно будет познакомиться. Точнее, не только тесты есть, задания, практику. Вот мы все думали, как эти профессиональные пробы попробовать. В общем, мы там даем задания и говорим ребятам, что вот выполните задание и покажите там кому-то. Послушайте в обратную связь. Пытались как-то вот эти профессиональные пробы использовать. Ну вот, значит, восьмой класс, телеполагание. Там у нас узнаю, проверяю, применяю. предмет и соотношение предметов. Ну, так сложно. Это надо, конечно, открывать. Здесь есть примеры заданий, какие там могут быть. Соотнесение профилей и профессии будущего мы при этом там рассматривали. Вот примеры заданий, чтобы просто понимать. Попробуйте описать, чем именно занимаются представители указанных профессий, где они востребованы. Ну вот, допустим. и брали прям какие-то профессии, в том числе профессии будущего из атласа профессии. Ну, чтобы ребята просто с этим тоже познакомились. Не то, чтобы я уверен в том, что эти профессии будут действительно востребованы. И ребятам просто хоть пару слов написать, либо сказать. Вот. И этим я пытаюсь школьников, я один из авторов этого пособия, как-то подвинуть к тому, чтобы они эти профессии хотя бы знали, чем это занимается. Этот вот пул, он был бы расширен. Так, проверяю. У нас есть прям задания, которые нужно выполнять на время. Все они практикоориентированные. Ну, то есть, вот видите статьи по финансовым рынкам, журналист взял интервью. Ну, и дальше вот там какие-то задания, упражнения и прочее. Как применяется, рассмотреть YouTube-канал, простая наука, смотреть химические опыты под просмотр, ну, и прочее, прочее. Примеры задания я вам даю. Дальше анализируем итоги, то есть, у нас к чему-то нас приведет к соотнесению нескольких учебных предметов, которые нас приведет, может быть, и к профилю обучения, и к теме проектно-исследовательской работы, и, может быть, к тем предметам, которые как-то ребята будут усиливать, к дополнительному образованию. Да, ну, вот, в общем-то, да, как эти профили будут выглядеть. Пример вот здесь приведен. Значит, это про девятый класс, здесь мы взяли парадигму широко известную, вы все ее знаете, хочу, могу, надо. вот, то есть каждый профиль обучения, там у нас есть тест, который на интересы, который на способности. И дальше есть задания, упражнения для ребят, которые востребованность этой профессии, актуальную востребованность бы рассматривали, ну, и вписывали в соответствующий там график, который там у нас, там у нас есть. Вот примеры, там, которые у нас есть, что это означает, профиль обучения, прописали компетенции, значит, вот такой там будет итог. Тоже такая вот диаграммка, и там, скорее всего, будет несколько, и это, хорошо. Вообще профессии находятся на стыке, чаще всего, стыке нескольких, двух, может быть, до трех, профилей обучения, это хорошо, и нужно научиться тоже с этим работать, но выбирать какой-то один профиль, а дальше какими-то дополнениями, за дополнениями идти. Вот примеры, примеры заданий, значит, тесты на способности есть, значит, ну вот, пример задания, как может выглядеть востребованность и содержание. Так, значит, вот тоже такая диаграмма у нас в итоге получится со школьниками, то есть там последовательно идет, рассматриваем последовательно каждый профиль, чтобы они познакомились с ними, это в рамках предпрофильной даже подготовки, наверное, важно. Кстати говоря, для девятого класса, условно названо девятый класс, потому что если распределение по профилям идет вдруг в девятом классе, то это для восьмого класса более актуально, и она подойдет, эта страдочка. Мы предполагали, что в десятых, в десятых-одиннадцатых классах это распределение, поэтому вот она для девятого класса условно, такое название условное. Вот, ну и вот будет такая рекомендация, как оцениваются результаты, профессии и прочее. Десятого-одиннадцатого класса назначат профессиональные роли, отрасли экономики, значит, компетенции, вот такие профессиональные роли, не буду расстанавливаться, что это такое, хотя это отдельный, интересный, вот здесь коротко написано, отдельный, интересный такой кейс, что это такое, тоже любая должность, она будет на стыке этих профессиональных ролей, либо одной, либо нескольких. Иногда всех вместе, но это редко бывает. Это типа какой-нибудь индивидуальный предприниматель, может быть. Вот, то есть последовательно мы подводим ребенка там к рынку труда. Значит, наши вот эти все рабочие тетрадочки, они всегда дают отсылку еще куда-то, то есть не только вот их прочитать и все, станешь умным, на тот или иной ресурс, на тот или иной там YouTube-канал, на те или иные знания, к тому или иному преподавателю, и в этом смысле она может быть очень полезна. Да я уверен, что она точно будет полезна. Вот любому практику, я отработал в школе 13 лет, я вел разные курсы для школьников, и я писал ее так, вот как я хотел бы, чтобы она была у меня, как бы я ее вел со школьниками. И это сейчас можно рассматривать как набор разных методик, которые можно использовать. Можно использовать ее всю целиком, если часов на это хватит, можно использовать частично что-то для школьников, можно отдавать просто школьникам для самостоятельной работы, кто захочет. Разное, возможно, ее применение. Коллеги, я буду сейчас завершать эту лекционную часть, очень интересно, какие у вас будут вопросы, сейчас я на них отвечу, я не все успел, там, может быть, рассказать, но если нужно будет, мы сделаем отдельный по этому поводу вебинар, пишите организаторам. Так, вот Олеся пишет, мнение, было бы очень хорошо, если бы профориенционные образовательные организации повернулись лицом к выпускникам школ, девятым классам в частности, и вся работа в школе не была бы в пустую, ребенок мог по своему желанию, не по выходному баллу, выбрать свою будущую профессию, поступив в кольж. Ну, да, конечно, да, было бы здорово, но я вам скажу, что многие и поворачиваются лицом, я вижу позитивную динамику, я вижу школы, мы ездим по школе, мы проводим с ребятами занятия, и колледжи тоже стараются здесь, я даже знаю довольно-таки много школ, которые тоже приходят, принимают, ребята делают какие-то даже, может быть, курсы ознакомительные, какие есть профессии у них, колледжи представлены, чем они могут быть полезны и так далее. Так, давайте перейду в раздел вопрос, какие диагностики посоветуете? Ну, смотрите, во-первых, вот в этих учебных пособиях, опять же, стоят они недорог, я уже говорил про это, там 150-180 рублей, просто сейчас даже не знаю, а в зависимости от количества, если они до 200 рублей стоят, какой-то может быть там 200-200 небольших, но это, я уверяю, доступно там каждому, каждому родителю Российской Федерации. Там есть тесты, и еще могу сказать, у нас есть сайт proforientator.ru, мы там собираем очень много данных, всю самую актуальную по профориентации информацию, там есть раздел тесты, там есть довольно много тестов, они в основном короткие, но которые тоже можно использовать в своей, ребята, вот вкладочка тесты, я не знаю, видно ли у вас курсор, кстати, здесь есть информация по профессии, тоже интересный раздел, там можно его посмотреть, там можно системой, фильтром себе набрать то, что вам интересно, и выпадет соответствующая профессия. Образование вкладочек, тоже довольно интересно, статьи мы там все публикуем, самое интересное. У нас есть, кстати, подписка там для специалистов, можно на нее подписываться, и там интересные мероприятия, которые мы тоже проводим, посвященные вот рынку труда. Так, диагностические материалы сможете нам предоставить для работы? Ну, вот я сказал уже, это есть пособия, которые я не знаю, есть в ваших образовательных учреждениях или нету, насколько я знаю, они могут входить в учебно-методические комплекты, и, возможно, у них, у вас в организации они уже есть. Так, Татьяна спрашивает, что касается проформиниционной работы среди обучающихся в ОВЗ. Это отдельный, большой вопрос, и тема отдельного вебинара. Значит, общий смысл здесь такой. Понимаете как? Там в ОВЗ есть своя нозология, и нередко эта нозология, она влияет на диагностику. Вот, и поэтому там специально должны быть считаться нормы, и специально организована под эту нозологию какая-то проформиниционная работа. Мы эти методики тоже разрабатывали. Вот, они есть в МГСУ, я не знаю, как они сейчас в открытом доступе или нет. И сейчас в рамках проекта «Билет в будущее» там тоже разрабатывались некоторые диагностические средства для ребят с ОВЗ. Вот в рамках «Билета в будущее». Обратите на это внимание, на «Билет в будущее». Там хотя бы что-то есть из такого, из доступного, из открытого. Ну и дальше каждый регион, я знаю, что в некоторых регионах есть своя специальная работа проформиниционная с ребятами по ОВЗ. Еще раз повторюсь, эта тема для отдельного вебинара, и даже серии вебинара, это вопрос очень большой и довольно сложный. Так, комментарии, сейчас перейду в комментарии. Так, ну уже благодарности, спасибо, спасибо за материал. Значит, коллеги, вот у нас с вами сейчас 54 минуты. Я еще успею ответить на парочку вопросов. Если они появляются... Да, Татьяна уже ответила, спасибо. Значит, если есть вопрос, пишите, значит, я отвечу. В комментариях тоже можете писать, что вам показалось там интересным, интересным, неинтересным. Комментарии, возможно, тоже как-то на них откликнуть. Ну и, наверное, давайте я в заключение, там, может быть, таких несколько, буквально, несколько слов скажу, таких оптимистичных. Вы знаете как, вот еще буквально лет 10 назад, я давно в профориентации, с 99-го года, больше 20 лет уже, я бы сказал, что вот системы профориентации нету, сейчас вообще с этим как-то все очень сложно, и преподавателям очень сложно в школах, и школе очень сложно самой построить профориентационную работу, такую полноценную, настоящую, потому что методики надо откуда-то брать, программы надо откуда-то брать, какие-то из них хорошие, какие-то из них там не очень, вот, и рынок труда настолько меняющийся, информация там не всегда хорошо там систематизирована. И вот сегодня я вижу очертания уже системы профориентации, что она постепенно начинает складываться. Вот появляются вот такие вот, мы в этом участвуем, я очень рад в этом принимать участие, создаем вот такие вот брошюрки, которые помогают. Есть такие уже, появляются федеральные программы, проект, который в помощь учителям, вот, и всем, кто интересуется профориентацией. Появляется много вебинаров бесплатно, где можно пообщаться на эту тему, но и как-то проблемы какие-то обсудить и сделать, продвинуться в этом плане, сделать свою какую-то работу более эффективной. Так что я с оптимизмом смотрю в будущее, надеюсь, мы с вами еще там не раз встретимся, и вы расскажете, что получается у вас, что не получается. Мы подкорректируем, может быть, наши рабочие стратеги в следующих изданиях и сделаем их еще лучше. Так, посмотрим вопросы. Значит, вот, есть Толисия. Было бы очень хорошо, если бы профориентационной образовательной организации... Да, профориентационной образовательной организации... Ну, здесь я не знаю, что это такое за профориентационная образовательная организация. Центры профориентации вы имеете в виду, там, может быть, как-то... Ну, да, наверное. Надо их правильно организовать. Ну вот, опять же, я уговорил, какие федеральные программы сейчас появляются. И в каждом регионе я знаю, что есть своя какая-то, своя система, и некоторые из них действительно эффективные. Какие-то неэффективные, я не знаю там ничего про вашу ситуацию. Вопрос просто, какого это ведомства будет. Потому что если это центр занятости, то это будет Министерство труда, социальной защиты. Но вот нужно как-то вместе в диалоге здесь работать, тогда по-настоящему можно сделать что-то такое хорошее. Коллеги, у нас уже время подходит к концу. Я буду с вами прощаться. Я искренне желаю вам удачи. Надеюсь, все получится. Может быть, мы еще один вебинар на эту тему устроим, где вы поделитесь какими-то своими проблемами и комментариями. Вот особенно к нашим вот этим учебным пособиям. Мы их там, может быть, устраним какие-то проблемы, которые там есть, и сделаем их еще лучше. Всем успехов, всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok